Книги, связанные с доказательством теории плоской земли. Поскольку вопрос этот для России еще более новый, нежели для англоязычного мира, который сам стал просыпаться лишь в начале 2015 года, многие книги оказываются на языке оригинала, то есть, на английском. Что примечательно, некоторые из них были опубликованы еще в 19 веке, однако не широкой западной публике, ни тем более нам они по-прежнему неизвестны. Будем надеяться, что новая волна интереса к вопросам, связанным с теорией плоской земли, не завязнет в тени догм и человеческой глупости. Хозяева плоской земли. Авторы. Рулида и Кроули. Земля, конечно, круглая. Только не как шар, а как тарелка. Неподвижная. Замкнутая в себе. Где все происходило и происходит совсем не так, как нам рассказывают. Перед вами одна из тех редких книг, которая отвечает на извечные вопросы. Кто мы такие и в чем смысл жизни? Отвечает во многом иносказательно, но в том и смысл, просвещать не всех, а лишь тех, кто уже созрел для понимания законов, которым нас отучают в школе. Судьбы двух совершенно разных героев сплетаются и приводят их к пониманию простого порядка вещей, пониманию разницы между религией и верой, между злом и добром, между мужчиной и женщиной, между любовью, любовью. Несмотря на внешнюю обыденность вопросов, затрагиваемых книгой, в художественной литературе тема раскрывается впервые. В 2014 году вышла книга Эрика Дубея «Плоская земля, скрываемая правда». Второе название. Заговор плоской земли. В книге автор часто использует цитаты из книг, написанных учеными 19 века, которые уже давно глубоко изучили эту тему и экспериментально доказали, что Земля является плоской. В данной работе представлена истина, которая была тщательно скрыта от общественности в течение почти двух столетий до такой степени, что теперь масса людей, незнакомых с аргументами о плоской земле, услышав об этом, думают, что это безумная теория заговора, а не доказанная с научной точки зрения истина, которую миллионы людей могут воспринять и понять путем логики и здравого смысла. Среди прочего, книга открывает читателю глаза, описывая более 200 выполненных научных экспериментов, которые каждый может самостоятельно повторить. Она направит искреннего искателя на познание правды, в то же время показывая, насколько легко загипнотизировать публику до такой значительной степени, что истина о плоской земле практически ушла в полное забвение. В 2018 году вышла книга-книга «Плоская земля». Вопросов больше нет, автор. Андрей Рехтин. Плоская земля не является плодом фантазии и вымысла. В книге описано наблюдение автора, которое доказывает реальную форму земли. Преимущество наблюдения в том, что вы сами сможете все проверить. Джонни Серучи «Иллюминаты без масок» А кому это вообще все надо? Или кто за всем этим стоит? Мы не знаем. Но хотим узнать и рассматриваем разные версии. Одна из них, представляющаяся наиболее правдоподобной, судя по исполнителям заказа сверху, изложена в книге Джонни Серучи «Иллюминаты без масок». Это не единственная книга автора, но наиболее по теме. Во всяком случае, вы узнаете, кем как и почему закладывался и продолжает совершенствоваться новый мировой порядок. Книга, разумеется, на английском языке, но пусть она станет еще одним стимулом для вас расширить горизонты своего миропознания. Книга «Древнейшие космологии. 1909 год». Написана Уильямом Уорроном, членом Королевского азиатского общества, Американского восточного общества, президентом Бастонского университета в период 1873-1903 и автором целого ряда исследований, посвященных мифологической географии, истории человечества и тому подобные книги весьма объемные и подробно затрагивают представления о строении Вселенной иудеями, буддистами, индуистами, вавилонинами и египтянами. Издание иллюстрировано. Сотня доказательств того, что Земля — не Шару-М. Карпентера была издана в 1885 году, но только сейчас становится доступна массовому читателю. Убористый текст позволил разместить все 100 доказательств на 42 страницах. 200 доказательств того, что Земля — не кружащийся мяч, брошюра современного исследователя и популяризатора теории плоской Земли Эрика Дюбея. Если вы с ним не знакомы, но знаете английский язык, весьма рекомендую найти его канал на тытрубе. В этой книжке — выжимка его главных идей и выводов. Терра Фиорма, книга 1901 года издания написана Дэвидом Уордла Скоттом и посвящена, как говорят ее сегодняшние издатели плоской Земле, которая не является планетой, что доказывается писаниями, здравомыслием и фактами. Как и многие. Хотя и далеко не все. Задумывающиеся на эту тему люди, Скотт явно исходит из религиозных представлений, однако, мы люди взрослые и должны понимать, что наличие религий вовсе не отрицает существование Божественного. Исследовательская астрономия. Земля Нишар издана в 1881 году и чем-то напоминает занимательную математику Перельмана. Ее автору, британскому изобретателю Самюэлю Роуботему, посвящена в Википедии подробная статья. В книге множество наглядных иллюстраций, описание экспериментов и расчетов, подтверждающих плоскую поверхность Земли. Война виртуальных миров, книга, спрятанная в форму фантастического романа и раскрывающая проблему плоского. Зашоренного. Мышление спящего человечества гораздо шире, чем просто плоская Земля, тайные общества, инопланетяне и тому подобное в ходе повествования раскрывается вероятная суть человеческого существования, объясняются основополагающие принципы происходящего в нашей реальной жизни и даются некоторые рецепты преодоления замкнутости бытия. Рай, обретенный, крупный труд Уильяма Уоррона, первого президента Бастонского университета, был опубликован в 1885 году. В прилагаемом файле вы найдете даже автограф, датированный тем временем. Книга посвящена не столько плоской Земле, сколько представлению автора о том, что на скрываемом от нас Северном полюсе когда-то находилось и Древо Жизни, и Атлантида, и Гиперборея, и Авалон, и Гора Амеру. Автор считает, что именно там было создано человечество. Арктический дом в Ведах, считается, разумеется, псевдоисторическим трудом индийского математика, ставшего астрономом, журналистом, историком, философом и даже политическим деятелем, Гангадара Тилака. Книга вышла в 1903 году, хотя написана была в 1898. В ней излагается близкая нам по духу и географически теория о том, что Арии произошли с Севера, гонимые обледенением десять тысяч лет назад. В качестве доказательств Тилак приводят ведические гимны, ведическую хронологию и ведический календарь. Автор книги «Карты древних повелителей Марии», профессор Чарльз Хепгуд, известен главным образом своей теории о смещении плюсов, который сегодня так любит пугать наивное человечество. В данной книге, вышедшей в свет в 1966 году, профессор анализирует множество древних карт и на их основе приходит к выводу, что стародавние времена на Земле. По всей Земле. Жила высокоразвитая цивилизация, создавшая, к примеру, подробные карты обеих Америк задолго до Колумба. Намёки плоской Земли. Выше только небо, книга современного исследователя и популяризатора понимания земной плоскости Марка Саржента. Представляет собой современный взгляд на вещи, многим уже известные, многим, ещё нет. Можете почитать для сравнения с Эриком Дюбеем, хотя бы потому, что в жизни они, похоже, уже сильно перессорились из-за того, кто первым воскресил этот поразивший всех вопрос. Не спослана ли Библия небом? Является ли Земля сферой? Такими двумя вопросами озаглавил в 1890 году свою книгу Алекс Глисон, известной больше той самой картой мира нового стандарта, которую вы можете найти здесь же, в соседнем разделе, и которая на сегодняшний день стала уже хрестоматийной. Первая часть посвящена исследованию происхождения Библии, вторая, приводит многочисленные доказательства того, почему Земля не может быть сферой. Земля плоская, и это очень страшно, исследование еще одного современного автора, Каспи Растита. Спутники, тайные общества, кинематограф, соломенный человек, природная аномалия, НАСА, одним словом, знакомые вопросы от не очень знакомого мне автора, разбуженного кем-то из приведенных выше товарищей и решивших разбудить остальных. Книжка вышла в 2017 году. Страниц много, текста мало, но вполне по делу. Земная плоскость. Истинное строение Земли вышло в свет в 1908 году. Несмотря на всего несколько десятков страниц исследования, четко определяет о грехе науки, которые мы только сегодня вновь начинаем замечать. Это касается и затмений, и гравитации, и тупости формального естествознания вообще. Плоская Земля, современный взгляд, Луна, исследование Марка Найта, автора очень хорошего и умного канала на тытрубе и одноименного сайта www.vakevake.com. Как понятно из названия, речь в ней идет о странностях Луны и понимании миростроения через наш бледный спутник, излучающий собственный свет и то и дело затмеваемый неизвестно чем, но только не землей. Много картинок для наиболее ленивых. Тарлон. Зимняя жара, последние три книги фантезийной саги Многоликий странник. Как и в предыдущих сборниках, Тарлон и Тарлон. Война разгорается, нет ни слова о драконах и колдостве. Персонажи живут в совершенно реальном, хотя и выдуманном мире, где главное, их мысли и поступки, будь то героизм, страх или подлое предательство. Ни слова про плоскую землю. Как и про землю шар. Однако книга в этом списке уместна, поскольку показывает узость человеческого замкнутого мышления и то, с какой простотой те, кому выгодно, этого добиваются. Ну, и последействия подобного восприятия, разумеется. Более подробно с сагой можно ознакомиться на сайте Многоликий странник. Джерард Хиггсон написал свою книгу «Сверженные короли» в начале 20 века, когда столкнулся с поразившим его открытием. Несложные расчеты показали, что Солнце гораздо ближе к Земле, нежели о том заявляли астрономы. В результате появился труд, рассказывающий об эволюции астрономии, точнее, о ее умышленной деградации. Книга «Плоский мир» в формате 10-минутного чтения. Обзоры лучших книг, только самое важное и полезное. Томас Фридман, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии, журналист, международник и автор книги о глобализации «Лексус» и «Оливковое дерево». Основной интерес Томаса как журналиста всегда был прикован к политическому и экономическому развитию стран Ближнего Востока, о которых он немало писал для информационного агентства United Press International, а затем для читателей The New York Times. Также Фридман снял несколько документальных фильмов для канала Decayvary Channel. «Очевидно, что сегодня благодаря компьютерам, электронной почте, коммуникационным сетям, телеконференциям, быстро приспосабливающемуся к новым задачам программному обеспечению возможность сотрудничать и конкурировать в реальном времени появилось у беспрецедентно большого числа жителей Земли в большем числе областей, в большем числе точек земного шара, с большим равноправием, чем когда-либо в мировой истории. Сто великих тайн космонавтики. Жанр. Энциклопедия. Серия. Сто великих. Веча. Год. 2012. Вы ошибаетесь, если полагаете, что мечта о покорении космоса и о межпланетных путешествиях зародилась в XIX веках. Уже жрецы древнего Вавилона и китайские астрономы около пяти тысяч лет тому назад имели первичные представления о космосе и небесных телах. Фалес из Милета. VI век до нашей эры, которого часто называют отцом греческой астрономии, основал школу, где, вероятно, впервые заговорили о том, что планета наша вовсе не плоская. А другой греческий ученый, Аристарх, в 280 году до нашей эры, даже попытался измерить относительное удаление Солнца и Луны от Земли. О ста самых удивительных и невероятных тайных космонавтики рассказывает очередная книга серии. Вселенная и полеты в космос. Книга, о которой мечтает каждый мальчишка. Автор. Вячеслав Ликса. ГОД. 2016. Древние астрономы представляли космос куполом с мириадами мерцающих звезд, а Землю — плоской, как блин. Опокоился этот блин на трех огромных слонах, стоящих на исполинской черепахе, которая плавала в огромном океане. Забавно, не правда ли? Разумеется, эта наивная теория не подтвердилась. Со временем ученые установили, что наша планета круглая и к тому же вращается вокруг своей оси. Если тебя интересуют тайны загадочного космоса и бескрайней Вселенной, как созвездия получили свои названия «Что такое МКС, как устроена космическая ракета, что собой представляют полевые колонны, какие планеты входят в состав Солнечной системы и многое-многое другое», скорее приступай к чтению книги «Вселенная и полеты в космос». О такой книге мечтает каждый мальчишка, ведь она помимо увлекательной информации содержит и реалистичные иллюстрации, что поможет тебе совершить виртуальное путешествие в такой загадочный, величественно прекрасный и смертельно опасный космос. Для среднего школьного возраста. ГИПЕРПРОСТРАНСТВО. Научная Одиссея через параллельные миры, дыры во времени и десятые измерения. Автор. МИТИА КАКУ. ЖАНР. ФИЗИКА. ГОД. ИНСТИНКТ. 2021,Notes, не арест padapayij. Инстинкт говорит нам, что наш мир трехмерный. Исходя из этого представления, веками строились и научные гипотезы. По мнению выдающегося физика Мититти Акакут, это такой же предрассудок, каким было убеждение древних египтян в том, что Земля плоская. Книга посвящена теории гиперпространства. Идея многомерности пространства вызывала скепсис, высмеивалась, но теперь признается многими авторитетными учеными. Значение этой теории заключается в том, что она способна объединять все известные физические феномены в простую конструкцию и привести ученых к так называемой теории всего. Однако серьезной и доступной литературы для неспециалистов почти нет. Этот пробел и восполняет Митя Коку, объясняя с научной точки зрения и происхождение Земли, и существование параллельных вселенных, и путешествия во времени и многие другие кажущиеся фантастическими явления. Когда Земля была плоской. Автор. Алексей Мекко. Жанр. Контркультура. Год. 2017. Я есть подобие того, что никогда не должно было существовать. Я есть ускользающее ощущение. Я есть тень страха. Я живу рядом с вами. Такими же, как я. Удивительная география. Автор. Людмила Антонова. Жанр. География. Серия. О чем умолчали учебники. Год. 2009. География, это наука и о том, как устроена наша планета, и о том, как живут на ней люди. На протяжении тысячелетий менялось представление человечества о Земле. В древности люди считали, что Земля плоская и покоится на слонах. Сегодня это представление далеких предков вызывает у нас улыбку. А хорошо ли мы сами знаем нашу планету? Эта книга убедительно демонстрирует. Нет. Кем созданы гигантские рисунки на плато Наска и эльфийские круги? Почему стонут камни и поют пески? Какова природа миражей и шаровых молний? Книга посвящена загадкам и тайнам Земли, многие из которых ученым до сих пор не удалось объяснить, а также другим, не менее удивительным явлениям, природа которых сегодня уже разгадана. В последней главе приводятся обширные сведения из истории географических открытий и появления географических названий, занимательная информация о своеобразных рекордах, которые устанавливает сама природа. Как было на самом деле. Каждая история желает быть рассказанной. Автор. Анатолий Фоменко. Жанр. Биографии и мемуары. Год. 2017. Это книга о жизни и борьбе российских ученых в бурную эпоху нашей истории, конец 20, начало 21 века. В частности, описано сражение вокруг ставшей широко известной новой хронологии, научного направления, созданного А. Т. Фоменко и Развитого затем совместно с Г. Носовским. Калашниковым. Т. Фоменко. Крупные научные открытия часто лежат в фундаменте больших социальных сдвигов. Например, когда человечеству объяснили, что Земля круглая, а не плоская. Или когда ученые в непростой борьбе доказали, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот, Земля вокруг Солнца, вопреки очевидности. Автобиография известного математика, академика А. Т. Фоменко бросает яркий свет на бурлящий научный котел и предназначена для широких кругов читателей, интересующихся судьбами крупных научных идей и заблуждений. Гипотеза Дедала. Автор. Лев Наумов. Жанр. Современная русская литература. Серия. Новая проза. Риппл. Год. 2018. Представление людей об окружающем мире от века строится на догадках и гипотезах. Некоторые из них амбициозны, другие, напротив, поверхностны и неказисты. Разумеется, далеко не все оказываются истинными. Одни предположения отбрасываются и забываются без сожалений, иные даже опровергнуты и невозможно вычеркнуть из памяти, поскольку они поражают красотой и изощренной игрой ума. Впрочем, для конкретного человека все сказанное редко имеет значение. Ему важнее другое. Кто был счастливее? Тот, кто шагал по плоской земле, лежащей на трех китах, или же тот, кто до сих пор бродит по круглой планете, повторяющей свой путь в холодном космосе? Кого сопровождал Бог, а кто совершает свой путь в одиночестве? Книга прозы петербургского писателя Льва Наумова включает 23 рассказа. Философские притчи перемежаются интеллектуальными новеллами, а метафизические сюжеты соседствуют с историческими фантазиями. Мир автора сложен, ярок и динамичен, в нем нет почти ничего постоянного. Честность сменяется предательством, вражда, дружбой, ненависть, любовью, уверенность, беспрестанными сомнениями. Единственное, что здесь можно смело принимать на веру, это предположение, известное как гипотеза Дедала. Страшное дело. Рептилоиды нашего времени. Автор. Игорь Прокопенко. Жанр. Публицистика. Серия. Игорь Прокопенко. Страшное дело. Год. 2018. Что вокруг творится? Вот раньше жизнь была спокойная, а теперь. Подобное мнение можно услышать все чаще и чаще. И действительно, если внимательно осмотреться вокруг, сохраняя разумный скептицизм и непредубежденность, ничего не принимая на веру, то окажется, что мы живем в очень странном мире, который но никак не хочет вписываться в заданные научные рамки. Одна за другой у исследователей возникают самые странные гипотезы, подчас противоречащие научной картине мира, например, о плоской земле. А если говорить про политику и общественную жизнь, то может показаться, что мир сошел с ума. Известный телеведущий Игорь Прокопенко в своей новой книге с помощью здравого смысла исследует мнения как известных ученых, так и экстравагантных исследователей и рассказывает об удивительных фактах, мифах и гипотезах, касающихся самых разных областей человеческой жизни. Ангел Господень Автор Борис Чурин Жанр Историческая фантастика Год 2014 Даже сквозь сон Иосиф распознал голос своего петуха. Хриплый, с надрывом, его не спутаешь ни с одним петушиным криком в округе. Иосиф открыл глаза и некоторое время лежал неподвижно, устремив взгляд ввысь, наблюдая, как постепенно меркнет свет звезд на утреннем небосклоне. В последние дни в Назарете стояла изнуряющая жара и старый плотник. Иосиф уже седьмой десяток лет топтал грешную землю. Перебрался спать на плоскую крышу своего дома. Вместе с ним на крыше устроились двое его младших сына от первого брака. В доме остались две дочери тоже от первого брака, и молодая. Семнадцати лет от роду. Жена, с которой Иосиф жил вот уже почти год. Были у Иосифа еще два старших сына, но они давно обзавелись собственными семьями и отделились от отца. От созерцания звезд Иосифа отвлек голос младшего из сыновей. Мальчишка что-то бормотал во сне. Иосиф повернулся к сыну и прислушался. Мальчик, словно почувствовав внимание отца, тут же успокоился. Квантик. Журнал для любознательных. Номер один, два, три, четыре, пять дробь 2017. Жанр. Книги для детей. Прочее. Год. Квантик. Ежемесячный иллюстрированный журнал для любознательных школьников самого разного возраста. Считайте на его страницах занимательные рассказы и задачи по математике, физике, лингвистике, биологии, химии. В журнале много интересных рубрик. Оглянись вокруг. Математические сюрпризы, опыты и эксперименты, игры и головоломки, своими руками, наглядная математика, чудеса лингвистики, предание старины, смотри. Искусство вычислений, давайте изобретать, великие умы, словечки, детективные истории, математический кружок, как это устроено, задачи в картинках, олимпиады, математические сказки, парадоксы, улыбнись, комиксы. Хотите узнать, какое живое существо на Земле самое тяжелое, как доказать теорему Пифагора с помощью ножниц, куда смотрит месяц, что такое вероятность, почему облако снизу плоские, как нагреть песок без огня и электроприборов, бывает ли абсолютно стойкий шифр, и многое-многое другое. Тогда читайте журнал «Квантик». Журнал издается с 2012 года. Выходит 12 раз в год. В номере. Оглянись вокруг Юпитер 4. Задача-задача про колеса детективной истории не роет другому яму предания старины польские монеты нам пишут комикс «Эскейп Олимпиады», «Ксквейт Турнир Городов», «Весенний Тур Задачи» в картинках «Дильеж» и многое другое. Когда утонет черепаха. Автор. Слава Се. Жанр. Современная русская литература. Год. 2018. Сценарист, самый главный человек в кино. Он сочиняет вселенная, где каждая деталь прекрасна. Но приходит продюсер, режиссер, все портит, мнут и топчутся пожищами. Поэтому самый несчастный человек в кино, тоже сценарист. Бывают фантазии для себя одного, не для зрителя. Какой-нибудь островок, где женщины прекрасны, мужчины благородны, вино, сыр и приятный климат. Осколок плоской земли, плывущей на черепахе. Там из грехов одно обжорство. Туда можно было бы сбежать от еды и жить тихо. Если бы не население. Хорошо написанные персонажи всегда восстают против создателя. Они бузят, ссорятся и портят идиллию не хуже того продюсера. Творец же болеет за людей, не спит и пьет сердечные капли. Страница за страницей выдумка побеждает их. И когда придуманная красавица вдруг входит в реальную дверь, нет никого в кино счастливее, чем сценарист. Счастье без усилий. Автор. Фрэнд Кинслоу. Жанр. Зарубежная психология. Год. 2017. Большинство людей верило, что звезды, это души покойных и что земля плоская. Но большинство, как правило, ошибается. У этой книги две цели. Во-первых, доказать, что популярные мотивы целионные практики. Позитивное мышление и закон притяжения. Оторваны от реальности, нецелесообразны и могут быть психологически вредными. Во-вторых, познакомить вас с новым, научно обоснованным методом, который наполнит вас жизненной энергией, взбодрит отношения и укажет путь к счастливой жизни. Система Кинслоу научна. Что это значит? Что ее можно проверить экспериментально. Вы сможете определить ее эффективность, видя, как нормализуется давление, уровень сахара в крови, пульс и работа сердца. И еще одна хорошая новость. От вас не требуется сверхусилий. Именно так работает система Кинслоу. Марина Автор Александр Кармашов Жанр Современная русская литература Когда-то считалось, что Земля плоская как блин, затем оказалось, что она круглая как колобок, а сегодня ученые полагают, что на самом деле она имеет форму бублика. И на этой Земле человеческое прошлое легко пересекается с настоящим, современность, с эпохой мамонтов. Платформа Автор Наталья Черепанова Жанр Научная фантастика Земля круглая, но мир, в котором мы живем, плоский. Вы готовы погрузиться в жестокую реальность героев и после этого по-иному взглянуть на собственную планету. Отправьтесь в неизведанное путешествие, ведь, возможно, вы тоже видите лишь то, что вам показывают. Пробудись, человечество. И все-таки она вертится. Автор. Алексей Шеллигин Жанр. Научная фантастика Год. 2018 К отдыхающему в баре космонавту подсаживается подозрительный тип и пытается убедить его в том, что Земля на самом деле плоская. Какие доводы он приводит, и получилось ли ему убедить в этом космонавта. Наука плоского мира. Автор. Терри Пратчетт Жанр. Зарубежная фэнтези Серия. Винсент, Коэн и Волшебники Год. 1999 Дорогой читатель. Перед тобой не очередной нудный научный трактат. Впрочем, не будем тебя обманывать, это и не роман о плоском мире. В ходе захватывающего эксперимента волшебники незримого университета случайно создали новую вселенную. В этой вселенной есть планета, которую они называют круглый мир. Х. А мы используем более емкое определение, Земля-У. Наука плоского мира, потрясающая смесь вымысла и научных фактов, созданная в результате Творческого союза Терри Пратчета и знаменитых популяризаторов науки Йена Стюарта и Джека Коэна. В книге удивительным образом сочетаются и фирменный юмор сэра Терри, и вполне доступное объяснение основных научных принципов. Теория Большого Взрыва и эволюция жизни на Земле, а также значительные моменты в истории науки. И поверь, дорогой читатель, эта книга точно изменит твой взгляд на нашу вселенную. Впервые на русском языке. Черепаховый суп Автор. Руслан Галеев Жанр. Боевая Фантастика. Год. 2009. Плоская земля покоится на спинах трех слонов, которые, в свою очередь, попирают ногами исполинскую черепаху. Человечество, просто нарост на ее спине. А на Земле в результате ядерных войн образовалась зона заражения «Эпицентр». Герои романа «Черепаховый суп» — сталкеры. Они должны, преодолев все опасности и сразившись с монстрами, которыми кишит «Эпицентр», доставить полковнику ценный груз. Что это за груз и чем закончится трип? Обратная сторона Мюбелса. Автор. Мария Владимировна Фомальгаут. Жанр. Ужасы и мистика. Скажите, какую форму имеет Земля? Ой, но. Нет, не знаю. Скажите, какой формы наша планета? Ой. Ну, это самое. Вроде как плоская. Скажите, какую форму имеет Земля? Спортивную. Скажите, какой формы наша планета? А это что такое? А вы знаете, что Земля имеет форму ленты Мюбелса? Бесконечная Земля. Автор. Терри Пратчетт. Жанр. Научная фантастика. Серия. Бесконечная Земля. Книга-решетка. Один. Год. 2012. Ваши возможности безграничны, только будьте осторожны в своих желаниях. 1916. Первая мировая война. Западный фронт. Рядовой Перси Блэк не очнулся среди. Сочной весенней травки. Он слышит пение птиц и ветер, шелестящий листьями деревьев. Куда же подевались грязь, кровь и развороченная взрывами земля? И, собственно говоря, куда попал Перси. 2015. Мэдисон, штат Висконсин. Офицер полиции Моника Янсен проводит осмотр сгоревшего дома, который принадлежит ученому-затворнику, а по слухам, не то безумцу, не то очень опасному типу. Тщательно осматривая пожарища, Янсен находит удивительный прибор. Коробочку с элементарной проводкой, выключателем на три положения и картошкой. Это прототип изобретения, который изменит мировоззрение человечества навсегда. Первый роман, написанный в соавторстве Терри Пратчетом, создателем плоского мира, известным писателем фантастом Стивеном Бакстером, увлечет читателя в бесконечность новых миров. Все, что для этого надо, сделать первый шаг. Игры Богов Александр Золодько Героическая фантастика Игры Богов, книга Решетка 1. Год. 2004 Существует мир, каким его видят люди, плоская земля, искусственное небо, к нему приколочены звезды. А рядом с ним, как в мифах античности, существует мир Богов. Боги, эгоисты, карьеристы и интриганы, они не в ладах друг с другом и презирают обманутых ими людей, из которых сосут энергию, проистекающую из веры жертв и молитв. Эта энергия дает Богам силу творить чудеса. Тысячи лет назад Боги объединились против одного из равных себе и изгнали его из рая. Но теперь невероятное стечение обстоятельств освобождает всеми забытого узника бездны, и он, найдя себя помощника среди думающих людей, тайно возвращается, чтобы отомстить всесильным недругам. А заодно, чтобы вернуть миру смертных утраченную им подлинную реальность. О ЖИЗНЬ, ЭЛЛИЗИУМ МЕЧТЫ МОЕЙ. Автор. Владимир Леонов. Жанр. Современная русская литература. Книга учит мыслить грамотно и свободно, верить в себя и свое предназначение. Ведь чтобы увидеть Землю, надо подняться над ней, совершить полет икора, как Дедалу, вырваться из собственного лабиринта усталых мыслей, плоских слов, вялых дел. Авторская основанная на колоссальном практическом опыте предпринимателя, психологическое осмысление пройденного жизненного пути, созвучного и понятного для тех, кто хочет видеть жизнь местом приятного пребывания на Земле. ЖАВАЯ ХОНДА. СБОРНИК. Автор. Владимир Яценко. ЖАНР. Боевая фантастика. СЕРИЯ. ПОРТАЛ. ГОД. 2013. Много лет назад на Земле произошла катастрофа, и с тех пор Солнце стоит в Зените. Всегда. Потому что Земля теперь – плоская. Города превратились в крепости. За стенами степь. И мутанты. Выйти из города одному и без оружия – смерть. Добраться из Брянска в Москву можно только с караваном торговца, под охраной опытных бойцов. Или через переход. Все так делают. Кроме рыжего Хонды. Дикаря с двумя мечами. И это только одна история из этой книги. БЕСКОНЕЧНЫЙ МАРС. АВТОР. СТИВЕН БАКСТЕР. ЖАНР. КОСМИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА. СЕРИЯ. БЕСКОНЕЧНАЯ ЗЕМЛЯ. КНИГА-РЕШЁТКА. 3. ГОД. 2014. 2045 ГОД. Пробуждение и последовавший взрыв древнего Йеллоустоуна вызывают необратимые изменения в климате базовой Земли. Наступивший новый ледниковый период вынуждает эмигрировать в параллельные копии Земли даже тех, кто много лет назад твердо решил остаться дома. Прирожденные путники, Джошуа Валенти и Салли Линдси, готовы снова прийти на помощь растерянному человечеству. Только очень похоже, что кто-то заранее знал об извержении и постарался подготовить к этому людей. И этот кто-то неизвестен даже Лапсангу, Великому Разуму Бесконечной Земли. Поиски ответов не только приведут путников на Марс, но и заставят иначе взглянуть на теорию эволюции. Третий роман Великолепной Саги, совместно написанный неподражаемым Терри Пратчетом, создателем Плоского мира, и звездой британской НФ Стивеном Бакстером, отправят читателя в путешествие по воистину безграничной вселенной. Впервые на русском языке. Путешествие за край Земли Валерий Михайлов. Жанна. Юмористическая фантастика. Год. 2004. В результате эксперимента по перемоделированию реальности группа людей попадает в мир, находящийся за краем плоской Земли. И там, за краем Земли, путешественников ждут поистине сюрреалистические приключения. Преодолевая трудности, они шаг за шагом приближаются к пониманию того, кто они есть, и для чего живут. И, конечно же, их путешествие, как и любое другое путешествие к пониманию себя, обильно сдобрено юмором. Белые единороги на шахматной доске, африканские культы, тараканы, живущие в клетке, педиатр, уважающие курсы камасутры, ленно слоняющиеся дзен-террористы. Сюжет намекает. Не бери автору, просто читай и иди дальше по тексту, не оборачивайся, но помни, что твоя спина не прикрыта. Айсидора Дункан Автор. Максимилиан Александрович Волошин. Жанр. Публицистика. Прочее. Год. 1910. Мраморный амфитеатр, плоским полукольцом прильнувший к земле, значительно ниже, значительно площадь, чем римские театры. Мраморные плиты. Сухая звонкая трава. Остатки сцены, подпираемые сгорбленными карликами с бородатыми сократическими лицами. Мраморное кресло с именем Адриана, оставившего свой каменный рощерк на всех концах Средиземного моря. Склоны Акрополя с этой стороны подымаются отвесно. Видны только верхние капители Парфенона, кое-где редкие, тощие оливы. Ниже, дорога, белая и пыльная. Дорические колонны храма Зевса среди голубой и серой пустоты кажутся черными. Бесконечная война. Автор. Терри Пратчетт. Жанр. Научная фантастика. Серия. Бесконечная земля, книга-решетка 2. Год. 2013. Много лет минуло с первого путешествия Лобсунга и Джошуа Валентя по долгой земле. В колониях родились и выросли новые поколения людей, уже не представляющие свою жизнь в рамках привычной нам цивилизации. Джошуа Валентя теперь отец семейства и мэр одинокого поселения за несколько тысяч переходов от базовой земли, но вынужден бросить все и вновь отправиться в путь. Расселяющиеся по множеству миров люди ошибочно решили что человек — венец творения, а значит всякие тролли, кобальды и бигли — просто тупые животные. С чем последние категорически не согласны. Джошуа вместе с Лобсунгом должны предотвратить назревающую войну, победителей в которой не будет. Впервые на русском языке. Продолжение саги о бесконечной земле от создателя плоского мира Терри Пратчетта и известного писателя-фантаста Стилена Бакстера. Посох и шляпа. Автор. Терри Пратчетт. Жанр. Юмористическая фантастика. Серия. Винсент, Коэн и Волшебники, Книга-решетка 3. Год. 1988. И придет восьмой сын восьмого сына, и покачнется плоский мир, и поскачут по земле четыре всадника. Увы, без лошадей, ибо их увел какой-то ворюга. А бы кролипсиса. А крайний, как всегда, Винсент — самый неумелый волшебник на диске. Бритва. Автор. Алексей Будищев. Жанр. Рассказы. Год. 1901. Хмурый осенний день неприветливо глядел на землю. Было еще не поздно, но мутные волны сумерек уже затопляли мало-помалу всю окрестность, выцветшую и полинявшую от ненастья. В воздухе пахло сыростью. Дул ветер. Обнаженные вершины сада гудели по-зимнему, а вся усадьба купца Лопатина, брошенная среди плоского поля, имела вид до нельзя жалкий и затерянный. Так, по крайней мере, казалось степи Лопатину, уныло расхаживавшему по пустырю за садом. По его бледному лицу, едва опушенному бородкой, бродило выражение безысходной тоски. «Зачем я пойду туда?», — думал он, поглядывая на усадьбу. «Чего я там не видал?» Батюшка пилит старосту, староста, рабочих, рабочие дубасят скотину. Вот и вся музыка. И другой не услышишь во веки веков. В тумане. Автор. Василь Быков. Жанр. Полисти. Год. 1988. Наверное, Бурова ранила здорово, пуля, похожа, на вылет пробила бок, и раненый медленно исходил кровью. Сознание его то и дело меркло, растворяясь в чудовищной боли, которая теперь властвовала почти во всем теле, сердце обмирало от слабости, и он проваливался в мучительный мир призраков. Однако по ту сторону сознания боль эта превращалась в муки несколько иного характера, чем наяву, там он страдал душевно, от какой-то непонятной несправедливости, постигшей его. Физически он чувствовал себя лишь напрочь обессилевшим и опустошенным, с неуклюжими ватными ногами и такими же ослабевшими руками. Этими руками он едва держался за край кузова своей полуторки, стремительно катившейся под уклон по дороге к Залесскому озеру, где был мостик через протоку в другое поменьше озера. Но мостик этот исчез самым непонятным образом, не осталось даже следа от него, полуторка набирала скорость, а он не в состоянии был забраться в кузов, чтобы попытаться остановить ее. Почему она покатилась, того он не знал. Может, не поставил на тормоз, а может, кто-то другой управлял ею в кабине, но машина вскоре должна была свалиться с обрыва. Буров стонал, кричал даже, но не слышал своего крика, как его, наверное, не слышал никто, хотя рядом по дороге шли и ехали люди. Это были странные люди, все в незнакомой коричневой форме, японцы, что ли? Многие из них поблескивали очками на плоских косоглазых лицах, подозрительно поглядывали на него, но никто не попытался ему помочь. И вот наконец случилось то, что не могло не случиться, машина оторвалась от дороги. Только в протоку она не свалилась, полет ее странно замедлился, она вроде бы даже поднялась в воздух, и с нею поднялся он, все так же уцепившись за борт. Минуту спустя он уже парил в воздушном пространстве над озером, и ему стало вроде даже приятно в этом мягком плавном парении. Земля и озерные берега отдалились, исчезли из виду, окутанные предвечерними тенями. В этом теплом безветренном пространстве он ощутил себя словно в нежарком банном пару. Недолгое его блаженство оборвал громкий, суровый окрик, раздавшийся откуда-то сверху, смысл его буров понять не мог, но тревога уже охватила его, он знал, сейчас что-то случится.